здравствуйте дорогие товарищи по цеху прошлый раз я обещал рассказать вам о том как я запекал капсули в печке но сначала я начну с полезного совета как мы вешаем наушники на стенку если они будут висеть на гвоздики то здесь что-то деформируется и будет нам нехорошо наверняка у нас найдется какая-нибудь пластмассовая банка я привинтил крышки шурупами к стенке сверху навинтил эти банки и они замечательно работают как вешалки для наушников кроме того в каждую банку можно положить какой-нибудь полезную вещь например какой-нибудь адаптер или специальный проводок и так далее и так далее и вот так вот все это может висеть на стене красиво элегантно просто всякая электроника производит разные шумы например испорченный транзистор создает такой постоянный дробовый шум или какой-то гул такой ровная синусоида это показатель того что где-то что-то генерирует и треск или какой-нибудь такой низкочастотный грохот создают конденсаторы и прежде всего капсуле наши что с ними случается они могут увлажниться и когда наш капсуле увлажнился то тогда появляется вот этот характерный такой вот грохот мы не знаем покупая китайский капсуль в каких условиях они собирают где находится их эта фабрика и какая влажность находится в сборочном цеху как дышат туда работники мы не знаем поэтому покупая капсуле мы можем купить сразу шумящий капсуле с китая да давайте возьмем какой-нибудь не очень хороший капсуль сейчас мы его сюда подсоединим и послушаем как же звучит влажный капсуль кстати все микрофончики я храню таких ящиках у них уплотнитель стоит и там обязательно лежит несколько силикогелевых мешочков вроде бы все нормально он звучит так как он звучит а сейчас я в него дыхну и послушаем щелчки когда он увлажнится наверняка был слышен треск который появился именно из-за появления влаги капсуль состоит из чего задняя пластина и внешняя пластина задняя у большим мембранных капсуле это массивная бронзовая такая вот монета в ней куча дырок сверху на небольшом расстоянии крошечное 10-30 микрон расстояния всего натянута лавсановая или майларовая мембрана покрытая золотом или каким-нибудь другим металлом и вот эти вот изменения емкости как раз и считывает наш микрофон кстати лавсан это аббревиатура лаборатория высокомолекулярных соединений академии наук ссср или майлар его сейчас называют чаще или пет у него есть много разных названий но это такой высококачественный пластик в ударопрочной мы знаем его в общем то по бутылкам из-под всяких лимонадов до когда он натянут когда он очень тонкий он достаточно гибок он не ломкий он долго живет рабочая температура лавсана от минус 40 до плюс 60 градусов цельсия в других условиях он может так сказать остекленеть и стать хрупким при низкой температуре и при более высокой у него он может начинать меняться его структурах и наш капсуль поменяет голос майлар достаточно прозрачен для маленьких молекул и он может также при длительном нагреве постепенно выпустить внутренний пар я поместил пару отвратительных капсулей не отвратительных в принципе потому что это рк 12 знаменитые капсуле без центрального контакта с боковыми терминалами но они китайские и оба они шумели один односторонний второй двухсторонний они изначально реально шумели я поместил один из этих капсулей часов на 5 при температуре 50 градусов цельсия в духовку и после вот этого прогрева шум исчез ура но на этом я не остановился я взял другой такой же но не такой же односторонний шумящий капсуль и подумал а что если я попробую форсировать процесс я добавил температуру до 90 100 градусов полагая что лавсан держит высокие температуры и может быть у него полимерная структура не изменится он не станет жестче туже и глуши и я погрел его тоже часа 3-4 но уже при температуре это к 90 100 градусов и этот капсуль совершенно потерял голос то есть он слышен но выходной сигнал упал наверное децибел на 40 вот это вот о китайских капсулях которые называются 12 rk 12 k 12 r 12 неважно это капсуле без центрального терминала с ними в общем у меня опыт печальный опробовал два подобный опыт шумными капсулями у меня был в 67 и 87 кто же китайского производства должен сразу сказать что два таких капсуля пришли с деформированной мембраны один капсуль у него была волна такие вот гофры складки у центрального контакта у винтика а у другого ближе к рамке которая натягивает натягивает нашу держит мембрану в натяжении это говорит о том что был откровенный брак значит потом переписка там возвращение денег или еще что-то в общем куча волокиты с чем у меня не было никаких проблем так это с капсулем так называемым 47 это тоненький односторонний кардиоидный капсуль самый дешевый я их перепробовал штук 6 ни один из этих капсулей из 6 капсулей которые я купил не громыхал значит он был собран внутренней влаги у него не было значит там расстояние не было гофров и расстояние между мембраной и backplate то есть задней массивной латунной стенкой там было стабильно хорошие они не залипают они звучат вполне прилично для самодельного микрофона и так что же нам делать мы хотим все-таки хороший капсуль с какой-то гарантии я знаю что некоторым людям удавалось договориться с октавой которая производит великолепные капсуле и конечно можно купить его на одном из сайтов настоящих производителей тиршевский они очень дорогие у них приклеенная мембрана они хороши и наверное если вы делаете серьезную технику то стоит обратить внимание на это если вы так у вас амбиции очень высоки но есть фирма дэчман она как и многие другие как микрофон парц еще кто-то там пилуза они перепродают часто китайские капсуле и естественно у них идет хороший контроль качества всякое барахло я уж не знаю отправляют они его назад или не отправляют но в общем на алиэкспресс остаются капсуле которые вход в мешке да но у себя они проводят контроль можно купить у них это дороже но все дело в том что например дэчман производит и сам капсуле вот в данном микрофоне стоит как раз дэчмановский капсуль там ссылочка внизу он стоил я думаю порядка 100 долларов без почты вроде бы дорого но звучит он на мой взгляд абсолютно великолепно и вот с данной схемой с доработанной схемой шепсовской от майк партс которая очень тихая у нее маленький собственный шум и с этим капсулем я проблем никаких не испытывал капсуле пришел в такой красивой коробочке с полосочкой там правильная хорошая подуха внизу чтобы ничего не тряслось не так как у китайцев какая-то там значит вот ползающий кусочек поролона и этот капсуле пришел также с седлом с такой с резиновой подухой внизу то есть он хорошо садится у меня там другое седло чуть пониже но они присылают уже вот такой комплект они производят вот этот конкретный капсуль у себя и как и классический нойман как классическая октава как многие серьезные микрофоны они делают капсуле с 6 микронной мембраной потому что китайские традиционные современные капсуле по каким-то причинам они делаются с трех микронными мембранами а мы знаем что легкие объекты у них собственно частота и реагируют они на высокие частоты куда как чувствительнее да и поэтому свойства многих китайских изделий такое что на высоких у них подброс они очень вибрируют присвистывают вот и все что я хотел рассказать о капсулях которые запекал в печке и о том как я храню их в коробочках с хорошей изоляции и обязательно с кучей силиконовых мешочков внутри я не буду заниматься вот этими вот шуршавчиками и так далее внешнюю упаковку с адресом я уже убрал пупырки мы выкинем давайте так попробуйте угадать что там находится это очень тонкий предмет очень тонкий этот предмет не только помогает что-нибудь освещать он помогает видеть в кромешной темноте следующая подсказка этот предмет помогает ну как вот вообще всякая хорошая оптика взять фокус главный объект выделить его среди множества других вот четко взять фокус нужный конкретный объект вот допустим у вас есть какая-нибудь цель а вот это моя главная задача он вам поможет этот предмет помогает не только микрофоном но вообще всем записывающим устройством человеческим ушам нашей голове он помогает лучше слышать детальнее точнее конкретнее среди массы мусора выделять самую нужную информацию угадали ладно последняя подсказка на упаковке внешней упаковки этой коробочки стоял адрес отправителя средняя образовательная школа 1975 год угадали и так я дал несколько подсказок того что находится в этой коробочке но ответ вы увидите в следующем коротком видео до встречи